В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В 101-м лицее нашего города идет битва за сохранение единственного 9-го класса с казахским языком обучения. Родители против руководства школы. Каждая копейка на счету. Правильно ли местные власти расходовали казенные деньги в прошлом году? Шахтер потерпел очередное фиаско. На грани закрытия единственный 9-й класс с казахским языком обучения лицея номер 101. В одном из лучших учебных заведениях города разразился скандал. Родители учеников утверждают, что их детей убеждают уйти в другие школы добровольно, не поднимая шума. Стороны конфликта выслушала Ай Мамрина. На этой картине отчаявшиеся родители пытаются попасть к руководству школы лицея номер 101, но их не впускают. Взрослые рвутся, можно сказать, к знаниям. По их словам, на следующий учебный год для учеников 9-го класса с казахским языком обучения школа будет недоступна. Детей настоятельно просят уйти в другие учебные заведения. Учителя якобы ссылаются на плохие отметки и неуспеваемость по предметам. У них один ответ для учеников и родителей. Вы никто и ничего не решаете. Мы уже обо всём договорились. Пошумите, поскандалите, а всё равно победа останется за нами. Это решение директора Гораной и Акима удивляет их наглость. Ведь в конечном итоге они должны работать для людей. И ради интереса детей. Даже наш лидер нации постоянно об этом говорит. Последние деньки в школе, казалось бы, радость для всех. Но только не для казахского класса. Ученики расстроены, родители бьются за свои права. По словам родителей, учителя сами виноваты в плохой успеваемости детей. Ведь если в школе работают одни совместители, откуда взяться знаниям? А на их замечания у них всегда один ответ. Моя дочь хорошо учится. Но после того, как им на повышенных тонах ясно дали понять, что обучаться в этом лицее они больше не будут, у ребёнка одни слёзы. Я переживаю за неё и за остальных учеников, потому что сейчас участились случаи суицида. Вместе с родителями девятиклассников мы попытались встретиться с руководством лицея. Сначала нам сказали, что их нет, и даже попытались вытолкнуть из коридора. Но через час каким-то чудом завуч всё-таки появился. Бахджан Макаева ситуацию с изгнанным классом не скрывала. Ссылалась на нехватку кадров и неуспевающих детей. У нас проблемы с кадрами ещё с пятого класса. Уже тогда это был единственный казахский язык. Педагоги работают по совместительству. Оттого и низкая успеваемость. Реформирование – единственный выход, который им видим на сегодняшний день. А специалисты отдела образования после нашего визита дают противоречивые комментарии. Оговариваются, что решение пока не точное. Если 15 июня дети успешно сдадут экзамены и наберётся 15 человек, 10 класс всё-таки откроют, уверяют они. О закрытии класса мы ничего точно сказать не можем. Всё зависит от сдачи экзаменов. Если показатели плохие, зачем просиживать два года в 10 и 11 классах? Идти потом в колледж будет обиднее. Поэтому ученики и родители должны рассчитывать правильно свои силы. Судьба девятиклассников решится только в июне. Родителям и подросткам обидно. Они готовы доказать, что имеют право учиться в родной школе. Аймамрина Айдмжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Назарбаев интеллектуальная школа сегодня принимала гостей первого в своей истории выпуска старшеклассников. Среди приглашённых был и Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Глава региона побывал на торжественной линейке и поздравил уже бывших школьников с началом нового этапа в жизни. Педагоги и ученики Назарбаев интеллектуальной школы немного взволнованы. Ещё бы такое событие. Сегодня выпускают сразу 166 учеников. Шесть из них претендуют на аттестат Алтенбелге и десять на аттестат с отличием. На старшеклассников пришли посмотреть не только родственники, среди которых бабушки и дедушки, но и руководитель области Нурмухамбет Абдибеков. Впервые в нашей карагандинской интеллектуальной школе проходит выпуск наших ребят в стенах этой школы. Назарбаев интеллектуальная школа в Караганде работает. с 2013 года. У неё есть своё направление – химико-биологическое. Обучение ведётся сразу на трёх языках. Открыты 58 учебных кабинетов для различных научных и технических знаний. И сейчас такие возможности и вложения оправдываются хорошими знаниями учеников. Гордятся учителя. Надеюсь, что вырастили будущих больших учёных. В школе обучается 711 учеников. Обучение этих учащихся осуществляет 126 педагогов, из которых 16 – международные учителя. В школе созданы все необходимые условия, в чём вы могли убедиться во время экскурсии по школе перед заседанием совета. Впереди у выпускников Назарбаев интеллектуальной школы большое будущее. И Аким области пожелал им стать хорошими людьми, патриотами, достойными гражданами своей страны. Николай Кровец, Шеслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. Сколько стоит выпускной бал? Ответ очевиден для всех. Очень много. Хотя далеко не все родители могут раскошелиться на большую сумму за один вечер. Но стараются не отставать. В Казахстане принято отмечать события по-крупному. Зато в других соседних странах всё гораздо скромнее, но не менее весело. Как отметить праздник и не разориться, знает наш корреспондент. Кто устанавливает цену на школьный бал? И все ли деньги пойдут на развлечения школьников? 70 тысяч с деньгей за один вечер. Такая сумма была озвучена на родительском собрании в нескольких школах города. В среднем в классе учатся около 25 детей. Если с каждого собрать по 70 тысяч, их выпускной обойдется почти в 2 миллиона. Сумма внушительная. Эти деньги распределят на ресторан. Приблизительно на одного ученика 20 тысяч с деньгей. Обязательно закажут фото и видеосъемку. Эти услуги обойдутся примерно в 500 тысяч с деньгей. Непременно возьмут на прокат катер, преподнесут подарок учителю, украсят особенными цветами актовый зал школы. Ну и, конечно, наряды. Девушки купят шикарные платья, сделают макияж, закажут модные туфли. И только тогда все будут чувствовать себя на высоте. Так у нас принято и так проводится из года в год. Однако вдумайтесь, на 2 миллиона с деньгей можно сыграть шикарную свадьбу. Но что не сделаешь ради детей. Я считаю, что выпускники, покидая стены родной школы, имеют право на прощальный школьный бал. Каждый выпускник хочет, чтобы этот день остался в памяти. Не спорю, расходы немаленькие. Но мы, родители, не хотим отказывать им в этом удовольствии. И дети, и родители хотят навсегда оставить в памяти это важное событие. Но, к сожалению, не все могут позволить такое дорогое удовольствие. Приходится занимать в долг или отказываться от выпускного. Таких случаев немало. Какие могут быть последствия, мы решили узнать у психолога Ольги Грега. В связи с этим участились суициды, то есть в Актау, в Атерау, именно из-за денег. И ребенок может чувствовать себя ущемленным. Например, если его родители не могут заплатить нужную сумму, соответственно, он будет себя считать некой белой вороной. То, что он не может участвовать и быть со всеми. И раз он не пойдет, ребенок не может заплатить такую сумму, то вы понимаете, как это может влиять на самого ребенка. Это может быть низкая, заниженная самооценка, понимание, что я не такой, как все. Выпускной вечер для всех испытания. А вот в соседних странах подобные стрессы и траты стараются свести к минимуму. Азербайджанские выпускники отмечают последний звонок только в школе. Церемония проходит во дворе или в актовом зале. Таджикским юношам и девушкам и вовсе не приходится тратиться на наряды. Министерство образования и науки республики официально заявило, что в стране последний звонок отменяется. Но, как нам кажется, это все-таки крайность. В Казахстане школьники отгуляют свой выпускной, чего бы это ни стоило их родителям. Впрочем, хочется верить, что они пройдут хорошо и запомнятся прежде всего весельем и праздничным настроением. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Каждая копейка на счету. Правильно ли местные власти расходовали казенные деньги в прошлом году, обсуждали на очередной сессии городские депутаты. Оценку исполнения карагандинского бюджета обычно озвучивают на майской сессии не только народные избранники, но и ревизионная комиссия области. На что и как потратили бюджетные миллиарды, слушал и наш корреспондент. Бюджет Караганды за прошлый год был чуть больше 45,5 млрд тенге. Из них поступление из вышестоящих бюджетов было 14 с лишним миллиардов. Средственно неотложные затраты выделялись из резерва города. Четыре раза бюджет уточняли и столько же раз скорректировали. По заключению экспертов, нормы бюджетного законодательства при этом были соблюдены. Еще специалисты подсчитали, что доходов в 2014 году в бюджет поступило сверх плана. И в общей сложности исполнение вышло на 100,3%. 350 с лишним миллионов тенге в казну поступили сверх запланированного. Средства были потрачены на разные бюджетные программы. По образованию 13 млрд 415 млн тенге или 30% от общего объема бюджета. При этом обеспечено 100% освоение бюджетных средств. По данному администратору бюджетных программ достигнуты и обеспечены следующие результаты. Созданы условия по обеспечению деятельности 78 школ города, где обучается более 52 тысяч учащихся. На обеспечение занятости и социальной защиты горожан потратили 2 с лишним миллиарда тенге. По культуре объем бюджетных средств составил 969 млн тенге. На спортивную сферу было предусмотрено 44 млн. На реализацию внутренней политики планировали 87 млн тенге. Почти все бюджетные деньги были потрачены с умом, заключили депутаты и эксперты. Однако несколько недочетов все же были замечены при исполнении программы развития города Караганды. В то же время отдельными администраторами городских бюджетных программ допущены факты нарушения требований действующей законодательства при исполнении бюджета по расходам. Сумма неосвоимых бюджетных средств в отчетном периоде составила 219 млн тенге. Необходимо отметить, что большая часть данных средств в текущем году уже запланирована на реализацию городских бюджетных программ, а также был осуществлен проект возврат недоиспользованных сумм в вышестоящий бюджет. При исполнении бюджета города за 14-е годы со стороны уполномоченного государственного органа по планированию исполнению бюджета, а также ряда администраторов бюджетных программ имели место несоблюдением должной мере принципов результативности и эффективности бюджетной системы Республики Казахстан. Рекомендовано при планировании и исполнении городского бюджета обеспечить соблюдение нового бюджета и нового законодательства Республики, принципов бюджетной системы, повысить ответственность государственным ущердением за исполнение бюджета и достижение приводных конечных результатов. А в начале марта нынешнего года некоторая часть неосвоенных средств была возвращена в вышестоящий бюджет и вновь пущена в оборот. Больше полутора миллиардов тенге было обратно переведены в областной бюджет в целях экономии и оптимизации расходов. В целом бюджет Караганды за прошлый год исполнен в рамках запланированных индикаторов и показателей. Предполагаемые корректировки внимательно рассматривались на заседаниях постоянной комиссии. Переиспределение бюджетных средств осуществлялось с учетом приоритетных направлений. Прежде всего в целях развития социальной сферы и инвестиций в человеческий капитал, а также развития содержания объектов коммунальной собственности. А теперь небольшой обзор криминальных событий. Иногда даже не хочется верить, что случаются события, не вписывающиеся в спокойную и размеренную жизнь законопослушных граждан. Драки со смертельным исходом, наркотики, все имело место быть у нас в области. В результате драки в городе Садпаеве скончался 16-летний подросток. Проводится досудебное расследование. Сотрудниками криминальной полиции ОВД города Садпаева в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 15-летний подросток, который нанес ножевое ранение потерпевшему в ходе возникшей ссоры. В настоящий момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. В поле зрения правоохранительных органов попали попрошайки. На территории республики с 11 по 21 мая проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка». Сотрудниками административной полиции области за время проведения мероприятия было выявлено 311 фактов приставания в общественных местах, в том числе 282 попрошайничества. Всего с начала мероприятия было выявлено по 2 факта за предоставление иных услуг и гадание за предоставление услуг сексуального характера. 3 факта за покупку, продажу, обмен или приобретение вещей. 4 факта. 21 мая в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» у 44-летнего жителя Абайского района было изъято около 2 килограммов марихуаны. В ходе санкционированного прокуратурой района обыска в кладовом помещении дома в одном из шкафов и была обнаружена крупная партия наркотического вещества. Стоит отметить, что 44-летний механизатор одного из ТОО успел расфасовать марихуану в пакетике для последующего сбыта. На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливается место приобретения и сбыта наркотического вещества. Шахтер потерпел очередное фиаско. На этот раз карагандинские футболисты уступили команде «Астана». На выходных завершился поединок 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу. 0-4. Таков результат игры. Все подробности у нашего корреспондента. Игра была жаркой. На стадионе буквально разгорались страсти. Наших активно поддерживали фанаты. Громкие фанфары, ободряющий гул не помог шахтеру одержать победу. Останчане не позволили соперникам создать у своих ворот ни одного острого момента. Футболистам столичного клуба уже на 10-й минуте удалось забить два быстрых гола. В этом отличились Танат Нусербаев и Патрик Тувмасси. Далее игра продолжалась напряженно. Во втором тайме останчане забили еще два мяча в шахтерские ворота. Тренер, победивший команды Станмир Стоилов, о своих игроках говорил с гордостью. Наша команда была намного лучше. И мы заслуженно победили. Это была самая хорошая игра на выезде, где мы играли. Карагандинские спортсмены выложились как могли. Но несмотря на интенсивные нападения, останчане превосходили их индивидуальной техникой владения мячом. Главный тренер нашей команды Евгений Свешников рассказал нам о интенсивных тренировках команды. Подготовка к турниру была серьезной, но нам немного не хватило мастерства, признал он. Отметив при этом, что столичный футбольный клуб не показал ничего сверхъестественного. Астана играла так же, как и в предыдущих играх, ничего нового не показала. Но понятно, у них сегодня были более мастеровитые исполнители, и они наказали за наши индивидуальные ошибки. Сможет ли наша команда уйти с последнего места в турнирной таблице, покажет игра с командой «Кайсар», которая пройдет в Казларде 29 мая. Аймам Рина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Еще об одном. Движение «Жизнь» заявляют сотни карагандинцев-любителей спорта. В Центральном парке культуры и отдыха прошел Олимпийский день. Он открылся массовым забегом, в котором участвовала не только молодежь, но и пенсионеры, а также люди с повышенными потребностями. У каждого участника был свой настрой на победу. Все подробности у Аим Амриной. В 12 часов дня в парке не протолкнуться. Площадь занята любителями здорового образа жизни. Дети, подростки, студенты, взрослые – все как один активны и готовы к большому старту. Многие знают друг друга давно. Уже несколько лет они встречаются в парке, чтобы приобщиться к Олимпийскому движению и просто пообщаться. Пенсионерка, активистка и руководитель общественного объединения «Спешел Олимпикс» Лидия Туркова принимает участие в забеге не в первый год. Любовь к спорту успела привить и своим детям. Наши дети с ограниченными возможностями всегда принимают в таких мероприятиях участие. Здоровый образ жизни подвластен независимо от возраста, от весовой категории, от занимаемой должности, что нужно заниматься физической культурой и пропагандировать через себя здоровый образ жизни, чтобы наше население видело, что не нужно больше двигаться, активно двигаться, и тогда будет нормально, хорошее у всех настроение и самое главное – здоровье. Старт дан. Вперед к победе ринулись сотни карагандинцев. Среди них необычайно выделялись спортсмены с ограниченными возможностями. Кто на колясках, кто с протезами, но уверенности у них не отнять. Мансур Дуржубаев занимается лёгкой атлетикой с детства, уже завоевал серьёзные медали. Несмотря на сложный диагноз, ДЦП бросать спорт не собирается. Сегодня пришёл доказать всем тем, что я и со мной люди, которые с ограниченными возможностями, могут бегать на уровне здоровых, что могут завоёвывать большие медали. Александр Григорьев в детстве попал под поезд. Лишился ног, но нашёл в себе силы жить и занялся спортом. Сейчас ему 38. Поддерживают любящие жена и сын. Участвуем, ездим по городам. В Москве два раза был, в Омске. В Казахстан почти весь объездил. Может, два города, где я ещё не был. Тоже вот на таких же забегах, да? Да, лёгкая атлетика, троеборья. Гонки на колясках, разные дистанции. 100, 200, 400, 1,5 километра. Забег разделился на несколько участков по возрастам. Не обошлось и без курьёзов. Победивших тут же награждались сертификатами и подарками. А известная спортсменка Ирина Карпова поздравила каждого участника с ограниченными возможностями и сделала фото на память. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин